Привет! С вами Алексей Марков, автор Хулиномики. Сегодня я хочу рассказать о такой штуке, как несделанный выбор. Я считаю, что выбор – это как раз несделанный выбор, это валюта принятия всех наших решений. Потому что каждое наше решение несет в себе некоторую цену. А цена – это упущенная возможность сделать что-то другое. И если мы будем платить слишком дорого, мы потратим чересчур много времени и сил на вещи, которые не имеют большого значения. И, соответственно, жизни не добьемся чего-то важного. Сейчас я расскажу, как поступать правильно. Есть такой американский экономист Расс Робертс. Он автор очень крутой книжки об идеях Адама Смита, которая Адама Смит тоже, я надеюсь, вы знаете, кто такой. Очень крутой экономист. Там сто лет назад он работал примерно. И книгу он написал очень человеческим языком. И пишет это Расс Робертс следующее. Экономика учит, что каждый наш выбор одновременно означает потерю чего-то. И когда мы не обращаем внимания на альтернативные издержки, то есть на то, что мы теряем, наша жизнь двигается по одной и той же схеме. Схема такая. Мы пытаемся успеть все и толком не успеваем ничего. Если вы молоды, вам наверняка спускалась такая мысль сверху из журналов, газет, телевидения, что можно одновременно делать отличную карьеру, создавать прекрасные отношения, регулярно путешествовать с любимыми, с близкими людьми, много читать, естественно. Не забывая про соцсети, которые надо читать и писать. Можно еще спать по 5 часов, не пользоваться кредитами и одновременно еще и нарожать кучу счастливых детей. Но через 10 лет получается какая-то сраная чепуха. И в общем-то даже гонсахурдия. Даже если с тех пор прошло уже 20 или 30 лет, случается, что люди продолжают изебадолить и делать какой-то ад полный творитель, холокост. Да, 50-летний даже. Каждый день мы выбираем, на что потратить время. И в итоге все мы виновны в одном. Мы берем на себя слишком много, не обращая внимания на альтернативные издержки. Проблема эта становится еще сложнее, если негативные последствия отложены далеко в будущее. Радость и удовольствие, а не вот сейчас. И когда мы не понимаем, чем мы жертвуем в той или иной ситуации, мы жертвуем на самом-то деле собой, своей жизнью. Это, конечно, нетущий такой факт, но надо о нем помнить. И не всегда нужно стараться сделать больше, чаще нужно сконцентрироваться на меньшем, просто на важном. Экономика в первоначальном смысле ведения домашних хозяйствах, это как раз наука в том числе об альтернативных издержках. А может быть даже большей частью наука об альтернативных издержках. Это когда мы отказываемся от чего-то, в пользу чего-либо другого. Чаще всего, ну не чаще всего, но часто, это будет игра с нулевой суммой, типа в магазин. Мы пришли, отдаем деньги, получаем товар. Или продали квартиру, у нас есть за нее деньги. Но бывает, что где-то убыло в кошельке, в холодильнике добавилось. То есть скомпенсировалось у нас плюс в одном месте, минусом в другом. И наоборот. Но базовый компонент экономической теории, это учение о том, как тратить ограниченные ресурсы и уменьшать альтернативные издержки. Есть, я точно знаю, в далеких странах чрезвычайно дорогие тренинги на эту тему. И говорят, что они даже помогают. Экономика дает нам некоторые инструменты, которые можно использовать, как инструкцию получения от жизни того, чего нам хочется. То есть если применять уроки экономики к ней денежным ресурсам, то нам это может помочь. И вот сейчас я как раз попытаюсь об этом рассказать. Мы, например, же понимаем, что денег не бесконечное количество. Но со временем уже немного не так. И так с энергией и с вниманием мы обращаемся очень вольно, как будто у нас их полно. А на самом деле они тоже очень ограничены, как и деньги в кошельке. И многие люди действуют, как будто никаких альтернатив у них нет. Типа, я же могу все, я все успею, если достаточно сильно захочу и постараюсь. Ирония в том, что тот, кто осознает, что именно он упускает в той или иной ситуации, он получает гораздо больше, чем тот, кто хочет всего и сразу. Я сейчас не о том, что надо больше выжимать из своего времени, хотя, наверное, надо больше выжимать из своего времени. Потому что, несмотря на какие-то физические, психические затраты нашего здоровья, я говорю о том, что в каких-то областях мы, например, более эффективны. Мы можем даже совмещать какие-то дела, хотя это не очень правильно. Ну, где-то мы там, если совсем все автоматически, можем совмещать. Можем сфокусироваться на чем-то одном, потом переключиться на что-то другое. Я часто так делаю, там, пять минут делаю одно, пять минут другое, потому что мне так удобнее. То есть, можно на самом деле придумать сотни способов достичь большего, но проблема в том, что тупо пытаясь заполнить дни какими-то делами и задействовать мозг до предела, мы попадаемся вот в эту ловушку в сраных коучей. Они продают всем зрителям, слушателям идею всемогущества. И, кстати, приостревают в этом. Ты зашел к коучу и сразу думаешь, что все можешь. Но идея, на самом деле, фальшивая. Мы не можем стать сразу всем и иметь все сразу. И даже человек, который полностью доволен своими отношениями на протяжении долгих лет, он после посещения такого коуча может подумать, что ему требуется что-то получше. Он же заслуживает большего. Там, какой-нибудь чемпион в нескончаемом сексе или там родная душа, наконец-то, которая его поймет чуть-чуть лучше, чем тот, кто сейчас его там понимает не до конца. Или владелица потрясающей фигуры нужна, потому что сейчас у жены недостаточно потрясающей фигуры. Или, может быть, там, лучший в мире повар ему требуется, потому что сейчас текущий не очень там. Ну, вот инфо-цыгане, они будут продавать такому человеку идею, что он может найти все это сразу, если, конечно, очень-очень захочет. Что из этого выйдет? Ну, у такого человека точно возникнет чувство неадекватности. Вот это наверняка будет. Потому что правда заключается в том, что когда вы хотите сделать все круто и замечательно, все получается не круто и не замечательно. Потому что никто не получает все. Когда мы смотрим на других людей, бывает, да, что создается впечатление, что они успевают все. Особенно вот соцсети помогают такому впечатлению, такое впечатление создать. Они замечательные родители, их отношения достойны там экранизации, или там книгу про них можно написать, карьера у них эпичная. Они и спят все вдоволь, и чувствуют все себя великолепно. Но правда в том, что это не так. Мы просто не видим того, от чего им приходится отказываться. И зачастую, чтобы понять, что мы упустили, требуется время и какое-то осознание. Сдержки тоже мы увидим, часто очень видим позже. То есть мы пробуем оптимизировать одну сферу жизни, цена находится в другой. Это очень часто происходит. Иногда это, конечно, очевидно. Ходишь в качалку, хочешь стать чемпионом, колешь там все стероиды, ну и там у тебя кроме мышц еще и сиськи вырастают, как все знают, да, зрители фильма там, да. И внутренние органы растут, в общем, совсем все там плохо. Или там покупаешь себе крутую тачку в кредит, за которой там надо давать ползарплаты. То есть тачка есть, но за понты ты платишь в 3 доллара всегда. Ну тут все ясно, здесь объяснять-то нечего. Но часто издержки посчитать трудно. Например, люди, которые быстрее всех считают в уме, казалось бы, да, очень крутой скилл. Но они, например, не могут ни с кем познакомиться. Такого скилла у них нет вообще. И люди, которые там дауншифтятся к семье, они постепенно гробят карьеру. В итоге надо просто осознать, мы все жертвуем чем-то, чтобы заняться чем-то действительно важным. Еще про одного американского экономиста, есть такой Томас Сауэлл, интеллектуал знаменитый. Он говорит, что на самом деле решений не существует. Есть только упущенные альтернативы. Большинство из нас делит жизнь на несколько важных областей. Очевидно, да, работу, здоровье, семью, отношения, друзей, хобби и тому подобное. Я не хочу использовать слово «триуизм», но придется. Триуизм, то есть банальность здесь в том, что невозможно соблюсти никакой баланс. Нет баланса, его не существует. Потому что постоянно выпадаем из равновесия и постоянно что-то исправляем. Нельзя находиться в одной точке, сбалансировать. Если в одной области все хорошо, в другой все катится под откос. И откуда-то лезет новая херня постоянно. А кто не лезет, значит, просто ничего не делает. А если вы сфокусируетесь на чем-то одном, вас, естественно, ждет поражение в чем-то другом. И если вам кажется, что вы вечно что-то упускаете, наверное, надо обдумать, что именно вы упускаете и почему. Может быть, вам как раз не нужно это упускать. Упускать вам надо все остальное. Если вам кажется, что вы бежите на месте, а то, что действительно имеет значение, остается без вашего внимания, то, видимо, вы выбираете не ту альтернативу. И это, кстати, нормально, это обычно. И мы распределяем довольно часто наше время, деньги, внимание, автоматически, без цели чего-то достичь. Так делать не надо. Как учесть наш альтернативный выбор, который мы не сделаем? Еще есть один такой экономист, Барри Шварц. Я видел его лекцию на TED-е. Всем рекомендую, кстати, посмотреть. Ссылку сделаю в описании. И был покорен его идеями. У него еще есть книга, кроме лекции. Называется «The Paradox of Choice. Why more is less?» Он, вот целую книгу, он доказывает, что необходимость осознавать свой выбор меняет наше восприятие решений. И очень часто, когда выбор слишком велик, нам только хуже от этого делается. И необходимость сделать выбор изменяет наш уровень удовлетворения жизни. И от наших решений. Самая важная область, где нужно обращать внимание на альтернативные издержки, на альтернативный выбор, это когда мы принимаем важные решения. И не всегда достаточно обдумать то, что мы приобретаем в результате какой-то сделки, какой-то операции, выбираем опцию B вместо опции A. Я бы даже сказал, что этого почти всегда недостаточно. Надо обдумать то, что мы можем потерять. То, что мы не приобретаем в результате наших действий. И большинство важных решений имеет, естественно, альтернативу. Не всегда плохо, чаще просто нейтрально. Но, тем не менее, это цена, которую надо заплатить. Секрет здесь прост. Чтобы изменить процесс принятия решений в правильную сторону, достаточно просто иметь эту цену в виду. Время – это самое фундаментальное ограничение. Просто мы не можем его взять еще. То есть, если мы потратили час времени, уже на что-то другое мы потратить, конечно же, не сможем. Время уходит вне зависимости от того, что мы с ним делаем. Тратим, не тратим, что-то делаем, что-то не делаем, но все равно кончается. И, конечно, хорошо бы иметь какой-то благоразумный способ его использовать с наименьшими возможными издержками. Ну, самый простой способ уменьшить издержки времени – это заранее выбрать способ того, как вы тратите свое время. А потом проверить, записать там в календарь себе и свои занятия внимательно записывать, действительно ли вы делали то, что запланировали. Ну, все, естественно, обнаружат какие-то нестыковки. Но, как только вы видите разницу между тем, что вы делаете, и тем, что вы запланировали, или хотели, действительно хотели делать, или не хотели бы делать, станет проще изменить ситуацию, когда вы ее поймете и осознаете. Потому что вот это осознание альтернативных издержек – это хороший способ отрезать, вырезать из жизни ненужные и неполезные занятия. Ну, просто, попросту говоря, потерю времени. Одно дело сказать себе, что вы больше не будете читать новости, или смотреть первый канал, или читать соцсети по полчаса каждого утра, и другое дело заранее запланировать, что именно вы собираетесь делать в это конкретное время, вместо того, чтобы смотреть соцсети, смотреть e-mail или смотреть телевизор. Вы раньше закончите работать, или там, что вы можете, вместо новостей приготовить ужин жене, или там кто-то поближе может окажется, секретарша, например. Или вы можете пообщаться со старым другом, который уехал жить в Австралию, и давно с ним вы не перезванивались, думал ли что еще, или на пробежку пойдете. Или прочитаете, наконец-то, главу новой книги. И чем ценнее то, что могли бы мы делать, вместо того, что мы на самом деле делаем, тем решение нам дороже. То есть, тем выше наши альтернативные издержки. Вроде бы это всем понятно, что не надо тратить время на то, что нам нравится, а надо ценить. То есть, тратить время на то, что мы ценим, выше всего. Но чаще мы действуем иначе. По привычке, или от взятых, кстати, на себя обязательств для кого-то ни было. То есть, мы не обдумали, когда давали обещание, не обдумали, что мы отдаем заметно, в свое время, например, необязательные деньги. Вряд ли нам удастся избавиться от всех каких-то неважных, ненужных нам вещей, явлений или процессов, потому что там много дерьма сверху валится. Об этом я тоже рассказывал. Но надо стараться уменьшить просто это время. Стив Джобс говорил, у него такая знаменитая есть фраза, легко сказать да, но настоящую ценность создает только слово нет. Ворон Баффет говорит, что надо контролировать свое время, иначе у вас ничего не выйдет, если вы этого не научитесь. То есть, надо учиться отказывать. Нельзя позволять другим людям создавать ваши планы. Вот что говорит Ворон Баффет. И надо к нему, я думаю, прислушаться. Многозадачность тоже, знаете, есть такой способ, как выжить побольше своего времени без альтернативных издержек. Уже очевидно всем, что не работает. Выбор, конечно, тут есть. Пусть вы его и не хотите делать. Или признавать, что вы его на самом деле сделали. Просто вы ничего не сможете сделать как следует. Или там достаточно хорошо. Если вы отвечаете на имейлы во время того, как играете с детьми. Или общаетесь с друзьями, тоже одновременно с телефоном, смотря куда-то. У вас получатся либо тупые имейлы, либо тупые дети. Ну, и друзья, если достаточно умные, они поймут, чем вы занимаетесь. Или посчитают тупым вас. То есть, в этот момент они, конечно, вам до лампочки. Идите, друзья, и на самом деле те, кому вы пишете имейл. Поэтому даже если мы пытаемся найти какие-то обходные пути, издержки, выбора, они рано или поздно дадут о себе знать. Последнее требование. Чтобы принять во внимание альтернативные издержки, надо научиться принимать чувство несовершенства. Тоже об этом многие пишут, особенно стартаперы. Если отношения с детьми для вас важнее, чем чистота в доме, надо принять. Надо позволить себе и другим, кстати, людям тоже увидеть, что у вас дома беспорядок. Если физическая активность для вас важнее, чем развлечение, придется смириться с тем фактом, что вы не сможете обсудить последний сериал или новинки кино. И какие-то друзья могут вас или коллеги могут вас дразнить, когда вы окажетесь не в курсе последних каких-то выпусков чего-то, видеопродукции. Если вы сфокусируетесь на карьере, вместо сохранения глубоких и дружеских отношений, придется смириться с тем, что вас перестанут приглашать на какие-то вечеринки, тусы и игры с друзьями. Зато у вас будет карьера. Если вы перфекционист, тогда вы будете долбить готовый проект, вместо того, чтобы презентовать его и начать новый. Тоже такая перфекционизм, такая особая, особенно хитрая форма прокрастинации. Не делать что-то полезное, потому что ты будто бы делаешь что-то полезное. На самом деле нет, конечно, уже все, польза закончена. Альтернативный выбор не всегда, конечно, приятен. Может быть, поэтому мы стараемся избегать думать об этом. Но надо. Если считать, что хитроумно лавируя, можно получить все, то, скорее всего, нам не достанется ничего. Гораздо большего можно достичь, если решить, куда мы будем прикладывать энергию, а какие проблемы можно игнорировать, пустить на самотек. Когда мы деятельно выбираем альтернативу, осознанно, и мы тогда и чувствовать себя будем куда лучше, чем если оно все произойдет само собой без нас. Поэтому надо активно решать, что для нас важнее. И каждая, на самом деле, из тучи ежедневных решений несет в себе альтернативные издержки. Надо в этом помнить. Если мы не обращаем на них внимания, мы быстро окажемся в такой ситуации, когда ненароком откажемся от вещей, которые вообще-то хотели бы в своей жизни иметь, видеть, и даже, может быть, поставить на первое место, а нам, в конце концов, останется только ныть, что что-то происходит помимо нашей воли. А кто-то даже не понимает, как же так вышло. Но, если сначала обдумать альтернативу и все, что с ней связано, наш выбор станет гораздо более осознанным. И пользы он нам принесет гораздо больше. Всем спасибо, удачи, с вами был Алексей Марков.